Почести павшим героям и нелегкий труд. Вахта памяти открылась в Борятинском районе. В течение нескольких недель поисковики будут вести раскопки около Зайцевой горы. В годы Великой Отечественной там шли ожесточенные бои. Задача всех, кто собрался, вернуть имена без вести пропавшим. На старте путешествия в прошлое оказался Сергей Коробков. Ежегодно с началом весенне-летнего сезона тысячи людей, называющих себя поисковиками, оставляют свои городские квартиры и отправляются на места сражения Великой Отечественной, чтобы отдать последний долг памяти павшим. В Калужской области существуют десятки поисковых отрядов. Одни из них работают самостоятельно, другие переезжают на вахты памяти. Одна из них традиционно проходит в Борятинском районе на Зайцевой горе. Это огромная воронка последствий сильнейшего взрыва, положившего начало штурму Зайцевой горы, ключевого пункта немецкой обороны. Когда-то это была господствующая высота, окружающая местность была видна на многие километры. Десятки тысяч советских солдат отдали здесь свои жизни, еще тысячи пропали без вести. И теперь поисковые отряды со всей России приезжают сюда, чтобы нести вахту памяти, и чтобы мимо всех героев тех страшных событий стали достоянием истории. На торжественном митинге, посвященном открытию вахты памяти, произошло редкое и потому важное событие. Останки бойца, личность которого удалось установить, были переданы его землякам для перезахоронения на родине. Василий Сергеев был призван из Алакского района Иркутской области в 1941 году и погиб на Калужской земле в Износковском районе в 42-м. Останки нашли еще в 2013-м. Целый год ушел на то, чтобы найти его родственников и утрясти все формальности. И теперь, через 73 года, он все же вернется домой. Братьев, сестер их уже не осталось. Сестра жила в селе Зоны, она умерла в 82-м, 83-м. Там жили племянники, племянницы. Ну, нашлись племянники, которые живут в других районах, в городе Усолье, в Заларинском районе. Но они готовы участвовать в этом. Мы 8 мая будем торжественно его хоронить на его родине. В этом году нести вахту памяти приехали 20 поисковых отрядов со всей страны. Причем не только из областей, где шли боевые действия. Свою кровь за свободу страны проливали представители всех народов Советского Союза. И теперь их потомки считают своим долгом принять участие в поисковом движении. Как, например, члены двух сводных отрядов из Челябинской и Астраханской областей. Воевать мой отец начал именно под Ленинградом в 1944 году. Как раз прорывал блокаду Ленинграда. Отец говорит, езжай, сынок. Там, говорит, еще твой дядька. И место захоронения известно. Но район, село. Недавно Зайцева гора получила почетное звание «Рубеж воинской доблести». Эти простые слова – знак признания подвига павших солдат. Еще одно напоминание потомкам о той Великой войне. Сергей Коробков, Алексей Пехов, телекомпания НИКТВ, Борятинский район. Продолжение следует...